Россия представляет угрозу для целого поколения. С таким утверждением выступил новоиспеченный премьер-министр Великобритании Кир Стармер. На полях саммита НАТО он подчеркнул, что Североатлантический альянс находится в новой и опасной эпохе и в этой связи призвал союзников увеличить военные расходы для обеспечения долгосрочной поддержки Киева. В своей речи Стармер добавил, что его правительство уже работает над созданием дорожной карты, которая поможет достичь 2,5% от ВВП, предназначенных на оборонные расходы. «Сегодня альянс силён как никогда. 23 его члена сейчас тратят 2% своего ВВП на оборону. Но в свете серьёзных угроз нашей безопасности мы должны идти дальше. Поэтому мы наметим чёткий путь к тратам 2,5% нашего ВВП на оборону. Я говорю всем нашим союзникам, мы должны понимать, что сейчас это необходимо. Это оборонительный альянс. Мы не ищем конфликта. Но мы знаем, что лучший способ избежать его – это подготовиться к нему». Кроме того, Кир Стармер объявил, что обещание его предшественника Риши Сунака ежегодно выделять не менее 3 миллиардов долларов на оказание военной помощи Украине будет оставаться в силе до 2030-2031 финансового года. «Мы будем оказывать Украине поддержку в размере 3 миллиардов фунтов стерлингов каждый год, столько, сколько потребуется. Мы ускорим доставку военной помощи. Вместе с нашими союзниками по НАТО мы обязались оказывать Украине поддержку в размере 40 миллиардов евро каждый год». По итогам саммита НАТО было принято решение о выделении Украине 40 миллиардов евро военной помощи на 2025 год. Члены Североатлантического альянса также подтвердили намерение пригласить Украину в свои ряды после принятия соответствующего решения и выполнения всех необходимых условий. Об этом сказано в совместной декларации по итогам саммита в Вашингтоне.